Здравствуйте! С вами Наталья Харалян и вы смотрите программу «Северный колорит». Итак, сегодня в программе смотрите... Тем, кто родился на Ямале, необходимо употреблять в пищу именно местную продукцию. Мясо оленя очень полезное. Мясо северного оленя ценится гурманами всего мира. Оно полезно и считается диетическим продуктом. Как же проходит процесс заготовки оленины, узнаем сегодня. Гастрономические встречи. Так красиво и вкусно звучит название новой книги Елены Пушкаревой. Как увеличить поголовье оленей? Иосиф Куртямов, ветеран оленеводства, раскроет свои секреты. В Салихарде состоялась презентация книги Елены Пушкаревой «Гастрономические встречи». В книге собраны национальные блюда народа ненцы. Об этом и многом другом расскажет сама Елена Тимофеевна. В Национальной библиотеке прошла долгожданная презентация научно-популярного издания Елены Пушкаревой «Гастрономические встречи». Это труд 40 лет. Это кулинарная биография автора. В ней рассказываются изменения в кухне ненцев за последние 100 лет. Многие народы мира представляют свои блюда как памятники культурного наследия. И надо сказать, что вот строганина северная, многие народы хотят ее подать. И венки, и якуты, и мы, наверное, будем подавать. Она стала элементом кухни от кутюр, уроженца нашего округа, который владеет ресторанами северной кухни. На встречу пришлись и те, кто интересуется кухней народов севера, и те, кто хотел познакомиться с этой книгой поближе. А главное, когда еще удастся задать автору интересующие вопросы и получить автограф в своем экземпляре. Среди гостей была рецензент Галина Павловна Харичи. Увидела первый вариант. Тогда книга называлась «Расширяя границы вкуса». Ну, хорошее название, думаю. Но со всех сторон же это же настолько многогранная тема. Другие люди тоже. Лидия Дмитриевна Голодкая смотрела там. У нее еще другие ученые смотрели. И каждый, ну, как бы так, свои мысли, свои предложения, замечания кто-то сказал. Автор пишет не только о кухне ямальцев, но и делится своими наблюдениями, сделанными во время заграничных путешествий. Новое издание направлено на массовую аудиторию и включает в себя традиционные рецепты. Я книгу только пролистала, но вот сразу видно, что тут не просто перечисление блюд, или каким образом, а именно привязанные к месту. Тут же она находится в Ольнигоческой бригаде. Где-то чай пьет, или где-то впервые увидела кедровые орехи, или мясо морских животных. Елена Тимофеевна вкратце рассказала о новых планах. Впереди ее ждет работа над двумя изданиями. Это книга о кухонной утвари и второй дневник ее брата рыбака. И мы уверены, что и эти две книги найдут своего читателя. Ведь гастрономические встречи уже полюбились многим. А теперь отправимся в мир социальных сетей. Анастасия Витязева расскажет последние новости в рубрике «Этноарктика». Привет, с вами Настя Витязева и рубрика «Этноарктика в сети». Посмотрим, что интересное появилось за последнее время в интернете. Главный редактор газеты «Нарьянангэм» Марина Яр поделилась со своими подписчиками фотографиями зимнего леса. Получилось очень атмосферно. Я часто рассказываю о работах мастерицы Зинаиды Климовой. В очередной раз я не смогла пройти мимо ее страницы в социальных сетях. Женщина шила изящные национальные узоры из меха. Как утверждает ее муж Алексей, справилась она за праздничные выходные. Вы спросите, на что пойдут орнаменты? Ответ мы нашли чуть выше. Зинаида украсила им новую малецу дочери. Теперь мы знаем, кто займет первое место в конкурсе национальной одежды на ближайшем празднике День оленевода. А теперь перемещаемся в Инстаграм. Ведь эту социальную сеть создали специально, чтобы делиться интересными фотографиями. Алексей Зубенко выложил на своей странице серию фотографий под названием «Знакомьтесь, ямальская принцесса Августинья». И, как мы знаем, все яснеевские принцессы дружили с животными. Вот и наша принцесса из ямальской тундры не исключение. Августинья греет в своих объятиях любимую авку и маленьких щенят. Новогодние праздники остались позади, но ямальский Дедушка Мороз Ямао-Ири продолжает радовать подарками. На своей странице он выложил клип на новогоднюю песню. После его просмотра вновь появилось новогоднее настроение. Дедушка самых высоких широк Снегом, серебряным всем заветет Всем по улыбке, в огромном мире Дарит вам женик Ямао-Ири Также много интересного о жизни коренных жителей Ямао вы найдете на нашей странице Этноарктика. Моя коллега Тагна Романова отправилась на обскую губу в поисках интересных героев. Тагне и оператору с камерой наперевес вслед за линеводами обходить стадо. Что не сделаешь ради захватывающих кадров. А что получилось из этого вы увидите совсем скоро. Кстати, вышедшие программы о жизни коренных народов Ямао вы найдете на нашем ютуб-канале Этноарктика. Вот такая колоритная неделя у нас получилась. А вы выкладывайте свои работы с хэштегом Этноарктика в сети. Лучшие фото и видео попадут в следующий выпуск. Всего доброго, пока! Он большую часть своей жизни живет на севере. Салихард стал для него родным домом. Знакомьтесь, Надир Алиев. Здравствуйте! Спасибо вам огромное, что пришли. Он родился в солнечном Баку, в прекрасной республике Адербайджан. На север попал после армии. Здесь он работал гидрогеологом. И многие годы прожил на Ямале в городе Салихард. Свой солнечный край вспоминает с теплотой. Но душой и телом он принадлежит северу. Теперь, после 40 лет жизни на Ямале, он считает его своей родиной. Недавно он отметил 60-летний юбилей. Молодец! Я сказал, что будет сраганином. Да, конечно, будет сраганином. В честь своего юбилея Надир пригласил нас на свой праздник. И мы записали с ним большое интервью. Вот его небольшая часть. Север не всех перенимает вообще-то. Как будто у меня есть внутренние секреты. Кто может остаться на севере? Он должен быть терпимый, крепкий, трудолюбимый. Ну, как в тундре живут люди. Слабый там не можешь же. Там надо постоянно движение. Ну, я думаю, каждый человек должен вот это испытать себя. Надо всегда быть в движениях и работать. Не бояться работы. Ни в коем случае. Если испугался, значит, тебе здесь снижат. Ну, вы, наверное, все равно, может, потом, позже устанете от севера, захотите домой. Ну, пока... Пока что... Думаю. Думаю, но оторваться не может. Никак. Просто я считаю, что... Я тут родился. Вы северянин, получается? Ну, я думаю, да. Я так думаю. Я себе так считаю. Потому что все, что относятся к северу, да, я почти уже знаю. И хочу дальше знать. И мне это нравится. Значит, наверное, уже подход есть, да, вот, северянин. Для всех гостей он, как настоящий коренной амалец, сделал свою любимую строганину. Елена Сибарева отправилась на Шурошкарскую землю, где встретилась с ветераном оленеводства. Белок тут много было. С ветки на ветку прыгали. Бывает, через дорогу перебегают. Смотришь на них, влюбиваешься. Уже четвертый год супруги Куртямова живут в своем отдельном доме. В тишине, в гармонии с природой. Свою трудовую деятельность Иосиф Никифорович начал в 16 лет охотником. После школы остался помогать родителям. Добывал в лесу белок и андатру. В те времена в лесу много белок было и андатры. Возле селения Витвашгорд ставили маленькие чумы. Зимой держали личных оленей и занимались охотой. Весной выезжали на малую опь рыбачить. В то время лодочных моторов не было. Выходили на деревянных лодках. На веслах шли по реке. В 70-е годы Иосиф Никифорович идет работать в оленеводство. Сначала 7 лет он трудился пастухом. Затем его назначили бригадиром 6-й бригады. В оленеводческую бригаду номер 6 меня пригласили братья Вальгамова. Маршруты к осланию я знал хорошо. Когда охотился, много приходилось ездить по местам кочевий оленеводов. В те времена большое поголовье стадо было. Когда я стал работать бригадиром, за 5 лет у нас поголовье оленей значительно выросло. Много важенок было. Тогда по приказу главного зоотехника Александра Ваймера мы передали в другие бригады 150 важенок. И левый рост, сёрз, 1080. 18 лет трудился Иосиф Никифорович в оленеводстве. Как он вспоминает сегодня, бывали у них и трудные времена. Но рядом всегда были хорошие, трудолюбивые, опытные люди, которые выручали и помогали словом и делом. Сегодня в оленеводстве работает его внук Роман. Дед ему очень гордится. В первом раке Иосиф Никифорович вырастил шестерых детей. Потом познакомился с Зоей Ивановной. Зоя Ивановна – искусная мастерица. Она много лет проработала на звероферме, затем в меховой мастерской. Любимое дело, можно сказать, не выпускает из рук. Нарядные орнаментированные ягушки шила всем дочерям. Я не знаю, что я не знаю. Почерк мастерицы всегда узнаваем. Я с детства рукодельничаю. Мне хотелось создавать красоту своими руками. Младшим шила кисы и нарядную одежду. Выросли мы у дедушки с бабушкой. Я дедушке была первой помощницей. В лес с ним ходила. Наше родовое селение – Оюнкурт. Жители занимались рыбалкой и охотой. Дедушка, чтобы ездить на промысел, купил лошадь. А когда ему тяжело стало ездить, приходилось мне этой лошадью управлять. Сколько раз она оставляла меня на дороге. Не слушалась. Позже мы переехали жить в Старый Киеват. В этой деревне у дедушки был дом. А после уже переехали в райцентр мужа. Иосиф Никитрович вырос среди знатоков фольклора. Потом его самого уже приглашали на творческие мероприятия, поделиться знанием древних сказок и песен. Сказки нужно чаще рассказывать. Тогда они в памяти и остаются. Священные песни я тоже знал. Раньше в деревне раз в четыре года осенью проводили медвежьи игрища. В те времена еще были знатоки и исполнители священных песен. Показывали смешные инсценировки. Чета Куртямух бережно хранит традиции и обычаи предков. Молодежь и жители села обращаются к ним за информацией о проведении ханты праздников. Младшая дочь Мария исполняет ханты песни. В школьные годы она занималась в детском фольклорном ансамбле «Хатльнай». Сегодня Мария активный участник районных и окружных фестивалей. Ну а теперь прервемся на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Всем привет, с вами Наталья Харалян и вы смотрите программу «Северный кларит». А сейчас смотрите эксклюзивный материал нашего журналиста Анатолия Терентьева, который расскажет, каким трудом добывается всеми любимый деликатес оленина. Оленину оценили и полюбили гурманы всего мира. Она подается во многих известных ресторанах и не только в России. А за что ее так высоко ценят любители вкусно поесть? Оказывается, оленина благотворно влияет на сердечно-сосудистую и умную систему человека. В ней содержится богатый комплекс витаминов и микроэлементов. А главное, мясо северного оленя усваивается человеком легче, чем мясо других видов животных. Кстати, олени живут на Земле уже сотни тысяч лет и насчитывают более 40 видов. Ареал их распространения Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия. Самое крупное стадо северного оленя у нас на Ямале. Каким трудом достается ямальский геликатес и как оленеводы проводят заготовку оленины, именно об этом мы сейчас вам и расскажем. В тундре, вблизи Полярного Урала, расположилась фактория с необычным названием – Пунгию. Осенью просчетно-угойный комплекс становится местом стечения всех бригад хозяйства Салихардагра. Также комплекс предоставляет свои услуги оленеводам-частникам. Можете представить масштаб. За сезон здесь заготавливают до 90 тонн оленины. Это около 2000 голуб животных. Продукция предназначена для жителей нескольких районов округа и городов Салихард и Лабытанги. Для работы на комплексе есть все необходимое – свет, чистая вода, трехразовое питание. За убойный процесс идет хорошо. На сегодняшний день уже заготовили порядка 50 тонн. И убойный процесс продолжается. Этот год показал себя неплохо. В принципе, олень упитанный, мясо хорошее. Мы закупили новый убойный комплекс. Уже по новой технологии начали убойный процесс. На следующий год у нас также большие планы в плане расширения комплекса. Закупили новые холодильники. Планируем усовершенствовать тот комплекс, который уже приобрели. Исторически уже так сложилось, что мы реализуем мясо населению Салихарда. Но в этом году уже обратились к нам покупатели из других городов, которые также планируют с нами заключить договора на приобретение мяса в тушах. Работа у оленеводов начинается засветло. Задача их – в назначенный день подвести стадо к просчетно-убойному комплексу и сразу загнать животных в кораль. От того, как слаженно пройдет это мероприятие, зависит их трудовой день. Впереди стада на оленеупряжке движется бригадир. Он издает определенные звуки, успокаивающие животных. Позади стадо подгоняют пастухи на снегоходах и их помощники – собаки. Процесс загона может длиться час, а может и вовсе не получиться. Все зависит от профессионализма оленеводов. Работа очень сложная. Загнать оленей стада. Видим, что они не подходят. Стадо разбили на два куска. Вчера раз просчитали одно. Один кусок, сейчас второй. Скорее всего, еще завтра и послезавтра будет еще два куска. Надо быть очень внимательным. Наверное, не напугать оленей. Опять ушли аккуратно. Вообще, очень приятная такая картина. Смотреть за оленей. Садик гонят на снегоходах. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Очень мощный процесс. Все, погнали. Тут же загонщики. Загонщики помогают. Все, процесс завершается. Вот-вот-вот-вот-вот-вот! Не сбегайся, бежал. Бывает всякое, могут и руки обратно. Важно, не выпустит. Сегодня было трудно загнать стадо в кораль. Много раз олени убегали в лес. С большим трудом удалось их собрать. Если все сложится благополучно, не помешают погодные условия и ничего не потревожит стадо, олени послушно войдут в камеру просчета. Тогда день можно назвать удачным. Но бывали случаи, когда животные никак не хотели приближаться к незнакомой постройке. Люди теряли много времени. На этот раз все сложилось удачно. После того, как стадо окажется в корале, начинается просчет. Сам пункт построен таким образом, что животных можно распределить. Часть оленей идет на воспроизводство. Другая направляется на убой. Остальных распределяют по бригадам. За время кослания в стадии могут оказаться и животные других оленеводов. Их необходимо отделить. Сейчас в этом просчетном корале находятся олени седьмой бригадой Сальхарт Агра. Это одна из лучших бригад, показательных. Потому что ежегодно они сдают на убой более тысячи голов. Это, поверьте мне, не у каждой бригады получается такое. Некоторые могут забить всего лишь до 100 голов или 200, а самые средние отдают на убой 300 голов. Так что седьмая бригада, она очень показательная, дает пример, как нужно работать всем остальным оленеводам. Не только этого предприятия, но и округа в целом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телевашенка! Есть ли важенка? Важенка! Есть важенка! Прокрываем. Нам необходимо оставить больше важенок и какой-то процент самцов-производителей. Обычно это молодые олени. Мы кочуем на большое расстояние, поэтому отбираем самых крепких оленей. На убой планируем выделить 700 голов. При просчете животных прививают от подкожного овода. Олени в частниках ставят родовые метки. Хозяйственных клемят пластиковыми бирками. Взрослым особям отпиливают врага. То есть здесь проводят весь комплекс необходимых мероприятий. Интересно было увидеть, что запись по голове животных проводится не на бумаге или компьютере, а по старинке на фанерной доске карандашом. Далее идет процесс на отделение оленей на убой, на заготовку мяса. В этом году предприятие Салихард Агра установило новый убойный модуль. Теперь соблюдаются все требования окружного центра ветеринарии. Проверяем, получается. Проверяем внутренние разрезы, которые положены на внутренних разрезах. Проверяем на наличии саркоцисоза и феноза. Первое прослое есть, хорошее, упитанное. Туша пригодна к реализации. Мясо берут хорошо. У нас оленина вкусная. Ведь животные проводят лето на Урале, питаются чистым ягелем и пьют чистую воду. Тем, кто родился на Ямале, необходимо употреблять в пищу именно местную продукцию. Мясо оленя очень полезное. Работа по просчету и убою оленей ведется с раннего утра и до позднего вечера. Сегодня в хозяйстве Салихардагра насчитывается около 10 тысяч животных. Их необходимо просчитать и поставить прививки. Далее путь кочевников ляжет на зимние стойбище Аполлуйской тайги, где будет возможность защитить животных от лютых арктических морозов. Вот такой нелегкий путь в столу гурбанов проделывает ямальский деликатес «Северная оленина». Жизнь кочевников нелегкая, но каждый из них прекрасно знает, что делает великое дело, сохраняет традиции предков и кормит жителей огромной страны. Очень вкусно. Больше информации о коренных народах Ямала вы найдете на официальном паблике «Этноарктика ВКонтакте» и в других социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была ваша Наталья Хараля. Увидимся! Лакомбония! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова